Меня зовут Артем. Мы сегодня исследуем инвестиционную и спекулятивную стратегию, которую я осуществляю на московской бирже. Поэтому мы кратенько пробежим по брокеру ВТБ, посмотрим, что я тут на бедокурил, и перейдем в БКС, покажу все свои сделки, покупки-продажи. И, соответственно, сделаю какие-то выводы на этот счет. Это постараюсь сделать кратко, не затягивать ролик, чтобы, опять же, пользователи не любят тратить время, нынешнее время, оно настолько ценно и дорого. Но, правда, мы порой этого не понимаем и тратим его на всякую-всякую всячину. Ну вот, давайте перейдем от всячины к существенным вещам. Смотрите, у меня, видите, все 30-30 туда-сюда, то 300, то не 300 плюсом, то минус, то 3, то 4%. Это спекулятивная стратегия. Еще раз говорю, все, что я делаю в ВТБ, я работаю с хорошими инструментами, то есть эти бумаги, заслуживающие доверия, которые могут расти или падать. Только единственный нюанс, момент для вот этой всей истории я выбрал не очень хороший, потому что рынок в широком боковике, и, соответственно, мотая туда-сюда, и соответствующие доходности получить нельзя, и в связи с чем я по этому портфелю терплю бутки. Хотя, вот видите, показывает 219 плюсом, 0,8% это общая доходность, хотя здесь, видите, 300. Опять же, как он считает ее, давайте посмотрим. Учтены стоимость суммы, которую вы оцените, ваш портфель на текущий момент. В расчете учтены изменения стоимости текущих активов, открытых позиций, результат от уже проданных ценных бумаг, валюты и других. Завершен дивиденды, купоны. Ну, короче говоря, все, что можно получить, оно здесь есть. Это наши 200 рублей. То есть, грубо говоря, это весь плюс, за исключением брокерских удержаний, налогов. То есть, все попутные выплаты, они здесь не отображены. То есть, это вот чисто торговая информация. То есть, все, что я, то есть, прибыль, можно сказать, прибыль без вычета налогов и так далее. А что касается налогов, здесь нету, но есть, есть, так, есть, вот самое главное. Брокерская комиссия уже 400 рублей, биржевая комиссия 93 и маржинальная комиссия, что составляет уже 1200. И мы делаем вывод, что Макасарь мы уже в минус себе наторговали. Хотя все зелененьким, да, здесь зелененькое, здесь зелененькое. Ну, за счет того, что мы часто совершали сделки, поэтому, друзья, когда вы что-то хотите продать, вы 150 раз подумайте, почему вы хотите себе, ну, почему вы хотите купить эту бумагу. И задайте себе вопрос, что я получу от этой бумаги, если ее куплю. И вы должны дать себе на этот вопрос ответы. Не кто-то извне, а вы сами себе должны дать ответы. Такую-то дивидендную доходность, такой-то прирост и так далее. То есть, прирост на каком времени, то есть изучить продукт. Есть очень хорошее сравнение по этому поводу. Давайте я все-таки уже в философию, в риторику ухожу, не будем. Раньше я должен был вот здесь вот под 50 с чем-то там, хрен его знает, сколько-то тысяч. Я сократил кредитное плечо, или, так сказать, маржинальное. И часть продал акцию. У меня было под 54 Газпромнефти. Видите, осталось 28. Лукойл было 4, стало 1. И этот нефть я не продаю, она падает. По идее, надо бы добирать. Но что-то я не на ту лошадку поставил. Опять же, брал. Потому что, ну, скажем так, под дивиденды, да, история дивидендного роста. Опять же, история затяжного роста. Вот мы видим вместе с индексом, тут небольшую, хотя я уже в телеграм-канале, опять же, кому интересно, подписывайтесь. Я там делаю какие-то сравнительные моменты с разных компаний, да, сравниваю их на графике, накладываю друг другое как фильтр. Ну, и вот мы видим большую волатильность по Татнефти и по другим продуктам, скажем так, акциям. Давайте еще раз я вам покажу по акциям, да, что у нас здесь наторговано. У нас был по Татнефти 900 минус, сейчас уже почти снова 700, потому что мы видим, Мечел я чуть-чуть неправильно расторговался. Газпром нефть уже было 1600, уже 1800 плюсом. То есть по Газпром нефти у меня идет все, все прям вот по лукоилу, я отфиксировал минуса, плюса. Короче, я продал, избавился от маржинальных позиций, у меня сейчас пока минус 167. 400 рублей на акцию дивидендов, плюс потом еще падение. Ну, опять же, мы отыграем Роснефть, Сбербанк подплюсовал, Сумконфлот минус, позитив сократил там на пару рублей, но в маржиналку пару рублей минус сократил вот здесь в позиции и в маржиналку побольше себя вогнал, потому что, опять же, не дождался, нет четкой стратегии, когда захожу-выхожу, то есть, смотрите, друзья, для того, чтобы понимать, как выработать стратегию, если вы хотите средний срок спекулятивно, вы должны понимать, вы должны понимать, вот, видите, продажи на хаях, то есть, маркетмейкер сходил за моей заявкой, видите, с самым самым, я выставляю заявку, но, блин, вот, сложно вам объяснить сейчас, вот я в какой-то момент захожу, скажем так, на там фреймы листаю и смотрю, где она была, вот, видите, она была уже здесь, я не стал ставить выше, я поставил на верхотуре, ну, вот, почти недоходящую, потому что второй раз перебить уже, ну, что-то не даст, и вот, скажем так, такое чуйка, наитие, видимо, у меня, или все-таки это уже насмотренный анализ ошибки прошлого или, как опыт будущего, короче говоря, у меня 16%, вы 16,1700, почти 17000, это у меня, грубо говоря, остался долг перед банком, при этом профиль, видите, 30000, так, я думаю, с этим мы разобрались, спекуляции, это плохо, не продавайте, а только покупайте, переходим теперь к инвестиционной стратегии, и я вам покажу, что значит дерсификация, ну, дерсификация, это по-другому звучит сейчас, я вспомню, как это называется, заодно откроем мой порфельчик, мой порфельчик, открыли мы и есть, давайте сразу же, друзья, открою историю и операции, и мы увидим, что комиссия, это, видимо, что-то я продавал, это я что-то... перевод бумаг в БКС и ИИС, 100 штук, что это за фигня такая, статус исполнено, еще 400, перевод бумаг в БКС, перевод бумаг в БКС, перевод бумаг в 100, 400, 200, 300, что это такое? 28 ноября, что это такое? Друзья, если вы знаете, что это такое, я хрена узнаю, светится, плюс, минус, минус, минус 400, минус 400, какая-то хрень, плюс, кто-то, что-то пытался, что ли, гонять, по счетам, я хз, слушайте, друзья, блин, что же это такое? пока не почистили, пока не почистили, 28 ноября, блин, что-то я забыл, я там деньги пополнял-то, блин, короче говоря, сейчас открыли у меня ИИС, я прям сбил это с толку, и основной еще два, видите, давайте по ИИС, я пополнил его на 160 тысяч ровно, 20 тысяч к вычету, 20 тысяч 800, до конца года остался месяц, то есть еще могу чуть пополнить, и увеличить вычет, так, что у нас рисует, 13 900 плюсом, 14 тысяч, так, 19 для 20, там уже по 30, а так уже 17, то есть 4 тысячи мы получили дивидендами, с мая месяца, у меня получается плавный прирост, составил 10 процентов по портфелю, так, это то, что касалось ИИ, смотрю, доллар подрос, евро подрос, да, это, это, давайте еще раз, 28 ноября, что-то хрень какая-то, вот это вот, мне не нравится, 20 сюда, сюда, вот с 8 ноября, и на что-то я прямо зациклился, на это меня что-то смущает, что это было, так, давайте по, я перейдем к сделкам, история, я продал, весь эталон групп, потому что он начал падать, смысла не вижу держать, покупка, видите, одного лота, по 87 успел приобрести, но надо было покупать, денег закидывать, продал, за 3 пятерочки, и 1 семерочку, ГК-2 минус, фиксанул, покупал Сегежу, видите, 430, 100 акций, раз лот купил, покупка полиметалла, покупка Сегежи, то есть, покупка Сегежи, продажа, Яндекса, и аж только 23 ноября, это вот вчера я покупал, и до этого 23 ноября, и до этого я сделки, но не совершал, что-то хрень какая-то в отчете, буду звонить в БКС, разбираться, что за хрена тень, кто гонял, куда гонял, они же здесь не переводятся внутри, бам-бам-бам-бам-бам, нельзя отсюда взять, допустим, 300, пополнить можно, а вывести, как-то их, поделиться, пополнить, переменовать счет, так, вывести, пополнить, перевести между счетами, видите, я такой бы хренью не занимался, что за хрень, я вообще не понимаю, буду разбираться, так, возвращаемся, что-то какая-то беда, прям, сбило меня это с толку, сделки я показал, я хотел перейти, к анализу рынка, опять же, давайте посмотрим на общую, у меня, сейчас по 2, по 3 тысячи в день, загорает, я начинаю, частично, фиксировать прибыли, за сегодня у меня, видите, минус 2, 100, что мне сегодня дает, минус 2, 100 акций, вот они, получается, зум пропадал, ТКС пропадал, Банкс, там, Петербург, подходит к своим значениям, когда я, может быть, по ИСу, продам одну акцию, и буду ждать следующего прихода, в районе 172, те, кто, друзья, подписан на мой телеграм-канал, на YouTube, я уже озвучивал, поэтому, нужно, не подписаться, вы узнаете, когда можно покупать, Банк, Санкт-Петербург, почему его нужно покупать, потому, что, он платит, дивидендную доходность, вот, моя сейчас, 17%, а если вы просуммируете, всю дивидендную доходность, которую он заплатил, за 23-й год, то вы увидите, что это, не моя номинальная, а вот именно, фактическая, это в районе 20-ти процентов, видите, вот 12,6, это 18, плюс 43, и 77, это 19, почти 20-ти процентов, дивидендной доходности, за 23-й год, а вот за 22-й, 9, то есть, во сколько раз мы увеличили, нету темпа прироста, видите, но, мы же можем сделать вывод, темп прироста дивидендов, до, с 19-ти до, на 10-ти, больше, чем в 100 раз, то есть, почти в, один, и там сколько-то, поэтому, Банк, Санкт-Петербург, у меня остается, фаворитов, среди банковской системе, сейчас, выходит, на IPO, Совкомбанк, я буду за ним наблюдать, может быть, тоже подберу, там, как бы, конечно, эти змеи, которые, мажоритарии, они хотят, члениться, хотят, там, этих, короче, подвинуть, частично, это, опять же, как с Астрой, происходит, основных акционеров, они хотят, размыть, капитал, увеличить, ликвидность, скажем, опять же, Астра, давайте, вернемся, в Астру, в Астру, вот, видите, падает, как хорошо, хорошо падает, было 500, сейчас, в 480, опять же, я делал две продажи, по, по, 460, когда это была максимальная цена, дискретного аукциона, сейчас, я могу продать, еще, по 480, и больше прибыли, получу, либо, ну, 330, у меня было, IPO, покупать, сейчас их, усреднять, на падении, ну, блин, я уже, ТМК так усреднил, это не есть, good, ну, короче говоря, я не думаю, что, вот, ниже, вот, этого, минимума, вот, где, зеленая свечка, вот, даже, вот, заканчивает сама, вот, не фитиль, а сама тело свечи закончилось, это у нас, на 480, ну, я думаю, это, наверное, минималка, которая, вот, которая у нас, давайте посмотрим, чтобы не трындеть, 477, 467, да, вот, 467, то есть, 7 рублей, до, до, дискрет, до 20%, да, то есть, сейчас, опять же, я больше, чем уверен, что это все спекуляции пролитые, то есть, спекуляторы продают, сливают прибыль, потому что, вот здесь, видно, восходящий тренд, и сейчас, есть, некоторые опасения, по, будущей рецессии, как, в Америке, так, и, в российском рынке, поэтому, друзья, опять же, вот, Донской, завод, докупил, докупил, он, третий эшелон, вот, он, видите, как падал, сколько стоил, вот, одна покупочка, пока, упал ниже, 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 ну, я еще думаю, что может упасть, упасть, ну, где-то, в диапазон, 3,600, вот, где-то, до этих, может, чуть меньше, буду докупать, искать деньги, докупать, что еще, я лом, евро, лтех, я подожду еще снижение, опять же, мы видим, падает, вот, уже может не начать, видите, какая, фитилетчик, низкий фитилетчик, все, начали откупать, то есть, надо будет завтра, чуть-чуть прикупить, чтобы среднюю по портфелю, понизить, думаю, может, рублей на 500, ну, на вот эти мелочи, доберу, завтра, скорее всего, пополню счет, буду что-нибудь добирать, потому что, планирую завтра, отскок рынка, либо его просадку, глубокую, и на этой просадке, будут добирать, какие-то позиции, у меня есть, не так много, конечно, ожидаю еще, приходов, ну, скажем так, буду на мелочах, добирать, опять же, из, из, за сегодня, не, давайте, покажем, все-таки, за сегодня, ММК, ММК, тоже садится хорошо, друзья, ну, нет, тут отскок тоже фигурирует, я вижу, на часовике, прямо, вот такой отскок, и снова на снижение, и уже, и уже, я вижу, у себя покраснение, не только, а уже, мы в минус уходим, соответственно, надо добирать, я только не так давно продал его, давайте посмотрим, когда я его продал, вот она, продажа, видите, вполне, удачненько, и сейчас, есть возможность, подзатариться, по вкусным ценам, опять же, НЛМК, вот здесь, вот я, профукал фокус, друзья, видите, какое затяжное, сколько было, процентов прироста, и сколько осталось, теперь, уж, продавать, уж, смысла, что ли, нету, или ждать, когда они отпадают, у них, скорее всего, они сейчас, я публиковал, опять же, в телеграм-канале, есть хорошая продажа, в Европу, но не только их, но и наших всех металлургов, новотек, начал отрастать, сегодня, 1,1 процентов роста, но это, еще не выход, не выход, ребята, на плато, еще, новотек, рано покупать, кто в просадке, друзья, вы, опять же, помните, да, что мы, каждый, берем на себя, свои риски, я даю рекомендации, но вы, когда совершаете сделки, вы, сами, берете на себя, ответственность, и я, как бы, понимаю, что я делаю, когда я делаю, опять же, я докупаю, приобретаю, вот у меня верхняя покупка была, новотек я буду докупать, но я чуть-чуть подожду, когда график, изменит свое положение, то есть пойдет рост по новотеку, сейчас я еще роста не вижу, да, видно, что сегодня был откуп, процент растет, но до этого было, видите, сколько падений, и пока вот это вот, сверху линия, я, наверное, размещу в телеграм-канале, про новотекс, техническую часть анализа, так, полиметал, полиметал, вы видели, в отчете я докупал, отскок, прирост, да, видите, опять же, на одном уровне примерно покупаю, буду снижать среднюю по порфиле, до 500 рублей, пока есть возможность, поэтому, это то, что касается полиметалла, Ленэнерго, будут деньги, буду докупать, потому что уже, опять же, давайте посмотрим, 6%, да, 6% уже надо думать об этом, то есть, смотрите, какой у меня принцип, давайте мы сделаем, не за сегодня, а за все время, я вам сейчас лайфхак, 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 ТКС, пока не смотрим, мало, видите, 3% падения, Дон, завод радиодетали, всего 2%, не трогаем, наблюдаем, Евро Элтех, в принципе, я видел по графику, начали откупать, можно докупить, чтобы улучшить позицию, то есть, надо бы чуть-чуть приобрести, Ага, Интерау падает, я всем, друзья, рекомендовал его покупать, есть, конечно, нюансик, но я советую все-таки, Интерау набирать, оно заплатит дивиденды, никакого делистинга, крупный акционер, почему падает, мы можем посмотреть, есть непонятная история, я открою телеграм-канал, прочитаю новость, попробуем ее обсудить, досмотри до конца, ставь лайк, делай репосты, ты узнаешь, почему с энергетиками, может быть, сейчас завяз, но Интерау, это может быть, выгодоприобретатель, от этой новости, поэтому, ты должен, досмотреть, пока, я не показал, ТГ, смотрите, опять же, вот она, ММК, видите, всего 0,3% подснизилась, надо было мне, ее до конца, фиксануть, и снова закупать, вот МТС, 10%, я буду докупать, увижу 10%, уже осталось 0,25, и 11,12, я еще акцию приобрету, станет в районе 7%, минусом, так, Венхайн Кам, у меня есть задача, ее до 15%, может даже процентов опустить, сейчас покажу, да, вот мы выходим на 75,58, и потом, наверное, к 66, буду ждать, короче, буду наблюдать, если она начнет, отрастать, отрастать, к 9%, подойдет минус, а я еще куплю, нет, буду наблюдать за ней, пока смотрю, новотек, я уже объяснил, полиметалл у меня 8%, минусом, меня пока это устраивает, наблюдаю, но может тоже докуплю, Рос, сети Ленэнерго, наблюдаю, ближе там к 7,8, может 9%, буду докупать, биржа, 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 смотрите по бирже, какая история, видите, у меня 3000 по бирже, и 39% снижения, вот я думаю, на 3000 взять, сейчас биржи докупить, по бирже у меня будут, это казино, игра в казино, то есть, я делаю ставку, забываю про нее, как бы, сходил в ресторан, погулять на 6000, или там, еще докуплю на 9000, вот скажем так, прогулка, на пароходах, по Санкт-Петербургу, семьей, за 9000 рублей, одни сутки, там, ну, или сколько, 3-4 часа, вот, 3-4 часа, на биржу, Санкт-Петербурга, поставлю, как, будто я отгулял, и пусть, сделай 10 иксов, с 10, ой, извиняюсь, с 10 тысяч, станет 100, ну, что, прикольно, нет, потеряю 10 тысяч, не станет 100, по Сбербанку, друзья, по Сбербанку, по Сбербанку, видите, мы, было снижение, и начали откупать, смотрите, разворотная свеча, я вижу, что, скорее всего, на следующей неделе, Сбербанка будет расти, либо в пятницу уже начнет, зеленая свечка, следующая появится, либо, завтра мы закроемся, красная, небольшой свечой, совсем небольшой, либо, ну, мы не перебьем этот фитиль, если мы не перебьем фитиль ниже, вот этот вот, внизу, нижнюю стоимость, даже не фитиль, а тело свечи вниз перебьем, но на одну треть, там еще на сколько-то, красненькая, то следующая должна пойти зеленая, и зеленая, зеленая, то есть, следующая неделя, Сбербанка должен расти, опять же, есть нюанс, есть нюанс, я о нем писал в своем телеграм-канале, северсталь, жесткое падение, приходит к уровню поддержки, вот, друзья, советую добирать, потому что ниже, с 1250 рублей, вряд ли северсталь упадет, даже если она упадет ниже, нужно будет реально добирать, и опять же, если у меня появятся деньги в этом году, я еще северсталь приобрету, и подыму среднюю по портфелю, северсталь я буду, так, а сколько у меня сейчас, в процентном соотношении, к 3, короче, буду увеличивать, там до 8-9 процентов, в портфеле северсталь, по сеге же, по сеге же, 15 процентов минус, надо докупать, вот видите, ее начали откупать, на хороших новостях, начали откупать, на хороших новостях, и снова проливать, есть уровень поддержки, 4.16, вот он, здесь мы его видим, и грубо говоря, без паразитов, вот на этом уровне, я думаю, мы начнем закрепляться, и отрастать, хотя вот, здесь продавали, прям пожескочу, видно, свеча продажи, то есть, опять же, на нисходящий тренд, ну, будем посмотреть, возможно, сеге же, мы, увидим, ниже, но, не думаю, все-таки, не думаю, буду докупать, опять же, куплю там, на тысячу, две, три, четыре, так, по трубной металлургической, по трубной металлургической, опять же, снижающийся тренд, я думаю, пойдем закрывать, вот этот гэп, вот он, как раз у меня, цена на нем стоит, поэтому, собирайте деньги, кто держит ТМК, надо будет докупать, опять же, мы можем не дорасти, но, я думаю, мы закроем, и начнется новый рост, либо, можем еще сходить, с вами, на отметке, вот сюда, это 154, 154 рубля, это то, что касается ТМК, так, ЮГК, ЮГК, я дел свой прогноз, ТГ, ТГ, дел прогноз, где-то вот в этом диапазоне, мы скаканули, гэпом, видите, отросли, и снова упали, спекулянты сливают, для того, чтобы видеть мои прогнозы, нужно подписаться на, телеграм-канал, сейчас мы его немножечко, обозрим, вот смотрите, последнее, я тут опубликовал, это об изменении, в индексе московской биржи, и в первом, третьем, и втором, котировальных списках, это, о том, что хотят запретить, вот новость, очень внимательно, надо подумать, об этом, о том, что вот энергетики, сейчас их могут, перри, перри, из-за этого, они могут упасть, кто, что будет возглавлять, а Россети, как они это, то есть, есть у нас, несколько крупных, сетевых компаний, это интерау, которая перерабатывает, транспортирует, и продает, есть всякие поиска региональные, допустим, Ленэнерго, это региональная структура города Санкт-Петербург, московская там, сейчас мы ее увидим, увидим, это курс доллара, про Путина, БСП, так, 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 это у нас, это я про дивиденды, что покупать, что не покупать, что мне нравится, что не нравится, почему покупать Ростелеком надо было, я забыл, вот просечена шуточка, видите, небольшая, кто знает, нахрена мы отмечали, места добычи полезных ископаемых на контурных картах, задал Игорь Иванович Сечин, да, он знает, он отмечал, он там копает, нефть добывает, газ качает, так, что здесь еще, вот, есть про Астру, видите, хорошая, они для ГМК Норникеля будут продукты свои поставлять, то есть, оборудовать систему, доходы, про доходы люди новой нефти, так как город Санкт-Петербург зарабатывает на автоводителях, на гражданах, опять же, вот, 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 смотрите, это АТС Энерго, они делистинг, то есть, забирают акции, с биржи уходят, потому что их распампили, они выросли, у них нету такой вероятности, ну, то есть, стоит необоснованно дорого, они поэтому выкупают, вот, из-за этого всего, из-за этого всего, хотят объединить в одну сетевую компанию, чтобы не разгонять, как это будет выглядеть, непонятно, на этом, возможно, интерау падает, опять же, до этого росло, люди могли фиксировать прибыль, так что, друзья, подписывайтесь на телеграм, на мой ютюб, вы будете в курсе, очень важных сообщений, новостей, вы всегда можете мне задать вопрос, вот здесь, и я вам на него отвечу, тут, опять же, это чат, для того, чтобы попасть в чат, нужно просто там, внутри, вот здесь, полистать немножечко новостей, найти приглашение в этот чат, правда, давно не публиковал, тут же я делал свои прогнозы по курсу доллара, по курсу индекса московской биржи, сейчас не буду на этом зацикливаться, поэтому, друзья, всем удачи, всем прибыли на рынке, пока-пока, с вас лайк.